здравствуйте мои друзья сегодня мне хотелось бы показать очередное цветение очень интересного воскового гибридов которые были вложены такие видовые разновидности как котлея шелериана котлея окландия и котлея интермедия все три разновидности имеет восковой структуры цветок который в диаметре варьируется от 10 до 12 сантиметров высота же растения немного отличается если котлея шелериана и окландии поднимается высоту всего до 15 сантиметров и считается миниатюрной котлейной разновидностью то котлея интермедия имеет средние размеры высотой достигающие до 40 сантиметров скорее всего и именно этот видовой вариант сыграл главную роль в высоте куртины высота этого растения достигает до 30 сантиметров форма листьев строения псевдобульб ничем не отличается от своих видовых родителей единственно темно-зеленый оттенок самой куртины который был приобретен от своих видовых родителей котлеи шелерианы и котлеи окландии и также пигментация на листьях которая может проявляться и также исчезать этот необычно красивый гибрид появился у меня семь лет назад маленьком растении который высоту достигала всего чуть меньше десяти сантиметров приобреталась нидерландах и шла ко мне целый месяц пришла конечно все сухой но это для котлей не страшно так как после долгой просушки орхидея очень хорошо начинает наращивать корневую систему так и повела у меня орхидея когда была посажена в горшок где я взяла сосновую кору и верхним слоем покрыла мхом сфагнумом после посадки орхидея очень хорошо пошла в активный рост но процвела только на 4 5 год первым своим цветением которое я показывала уже на своем канале два года назад следующий год был тоже плодовитым для этой орхидеи она тоже цвела но после цветения орхидея была пересажена и также поделена пересадка была по причине я вам в том году рассказывала что я столкнулась с такими паразитами как пальмовая щитовка и если ее наблюдаешь постоянно на растении то значит лучше пересадить так как это пальмовая щитовка также поражает и корневую систему и мне пришлось поменять полностью грунт и уже вместе с этим поделить растение так как она сильно разрослось но если бы я конечно не поделила растения бы в этом году процвело уже в двух цветоносах ну ладно я думаю что будет то время когда мы будем наблюдать эту красавицу в ее пышном красивом цветение вы скорее всего заметили что пигментация проявилась только на той псевдоболь без которой она сейчас цветет это последствия химической обработки и также пересадки так как два видовых родители это котлея шелериана и окландия которые изначально советуют садить такую посадку чтобы в дальнейшем ее не пересаживать так как именно эти две разновидности очень сильно стрессуют когда их делят и также меняют грунт это я заметила уже в своем обиходе где у меня после пересадки без каких-либо причин погибла молоденькая окландия и и также шелериана которая у меня зацвела вместе с этой разновидностью приобреталась также с нидерланд в том же заказе где и приобреталась эта орхидея после деления пересадки два года назад до сих пор еще не собирается зацветать хотя растение уже взрослая котлея интермедиа же по сравнению двух видовых вариантов очень легко в уходе если конечно создать для него благоприятные условия слышала что да не только слышала и сама ошибалась первый экземпляр котлея интермедиа у меня погиб хотя и после приобретения цвел последующие два года на третий год и я потеряла растение потом приобрела следующий через какой-то срок развития куртины у меня идет хорошо я вам показывала в общем обзоре но пока еще мы не цвели для цветения котле интермедиа нужно много яркого цвета так же как и для котлей шелериан и окландии это означает что этот гибрид тоже очень влаголюбив и цветолюбив аромату этого гибридного варианта довольно насыщен и сладок нет тех тонких ноток которые имеют как и окландии котлея шелериана скорее всего больше схож с котлей интермедиа который имеет сладкий аромат диаметр цветка достигает до 8 с половиной сантиметров вот вроде бы и все что я вам хотела рассказать а на этом я буду с вами прощаться всем спасибо и пока пока